Добрый вечер. В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. А значит время поговорить о новых технологиях в финансовом секторе и планах на будущее. Но приходится это делать, увы, с учетом новых реалий. Два относительно новых термина «пандемия» и «коронавирус» вносят корректировку во все выпуски абсолютно всех телевизионных программ. С этими словами мир засыпает, с ними же он просыпается. И с этим нельзя не считаться, потому что это объективная реальность. Некоторые новости похожи на сводки из фронта. На этой войне с эпидемией есть свои бойцы, своя круговая оборона, хочется верить и в скорую победу. Однако нам бы хотелось уйти от военной терминологии, чтобы пройти этот период максимально спокойно, без суеты, с минимальными потерями. У меня есть стойкое ощущение, что нам в России и в Татарстане это удастся. А для описания многих процессов давайте пользоваться спортивной терминологией. Есть одна цитата легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки, которую я как-то уже приводил. Хочу напомнить, звучит она так. Хорошие игроки находятся там, где шайба, великие там, где она будет. Почему сегодня руководители России, в том числе Владимир Путин и Михаил Мишустин, часто говорят о необходимости работать на опережение в текущей ситуации? Да потому что это самый эффективный и действенный способ не допустить, с одной стороны, паники, с другой пройти этот сложный период с минимальными потерями для экономики. «Нужно выиграть время», – справедливо заявляют наши власти. И я бы еще добавил, опять же, по аналогии со спортом, с теми же единоборствами нужно быть быстрее противника, постоянно его опережать. Только скорость в данном случае может служить ключом к победе. Даже если вам противостоит мощный, может быть, более высокий боксер или борец. Почему сейчас именно для нашей страны нужно выиграть время? Еще и потому, что для России особенно важно, чтобы этот период пандемии не затянулся надолго. Чтобы мы как можно быстрее прошли пик кризиса и как можно скорее начали восстановительные процедуры. Как справедливо полагают многие эксперты и аналитики, для России сложился идеальный шторм в сочетании карантинного шока с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения нефтяных доходов. Поэтому, если хотя бы один из негативных факторов прекратит свое действие, всем станет много легче. Да, рецессии в любом случае не избежать. Этот год будет трудным для экономики и бизнеса. Но при оптимистичных раскладах восстановление начнется уже в 2021 году. А в 2022 возможен рост. Пока загадывать далеко рано. А вот назвать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики мы можем. Тем более, что не так давно этот список обнародовал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Итак, вот он. Среди наиболее пострадавших от пандемии транспортная сфера авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов, сфера культуры, досуга и развлечений, сфера физической культуры и спорта, сфера туризма и гостиничного бизнеса, сфера общепита, сфера бытовых услуг, образовательные организации, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения. Всем упомянутым правительство окажет поддержку в первую очередь. В частности, со срочкой по уплате страховых взносов и по кредитам. Сейчас правительство тушит кризис в ручном режиме. Оно помогает отдельным пострадавшим гражданам, отдельным отраслям. Но очевидно, что если карантин продлится слишком долго, то выяснится, что помогать надо всем и, опять же, достаточно длительное время. Поэтому будем бдительными, терпеливыми и ответственными. Все мы знаем, что делать, чтобы выиграть время и не проиграть. Сегодня мы поговорим о том, как новая реальность уже меняет нашу повседневную жизнь и что нас ожидает в будущем. В частности, снова поговорим о банковском секторе. Мы начинаем. Смотрите в этом выпуске. Новая реальность. Дистанционное обучение, услуги, работа. Суровая ситуация подталкивает татарстанцев активнее внедрять технологии будущего, в том числе в банковском секторе. Как это происходит, расскажем. Какие изменения грядут на рынке платежных систем, банки будущего, какими они будут, исследования нашей программы. Традиционные услуги, которые сохраняют свою актуальность. Что предлагает один из ведущих банков Татарстана, банк Аверст. Банковские гарантии, как работает этот инструмент на практике, специалисты и эксперты расскажут подробно. Мы переживаем очень трудный, непростой период в жизни, но все когда-нибудь заканчивается. Пройдет и эта пандемия, да и рецессия не будет вечной. И тем не менее, объективную реальность нужно принять. Этот мир уже не будет прежним. Коронавирус, падение цен на нефть, снижение деловой активности. Все это приводит к тому, что наша жизнь в довольно короткий срок изменится. Сейчас чуть ли не каждый эксперт, словно мантру, повторяет. Мир уже не будет прежним. Да, не будет. Но каким он будет? Начнем с того, что пандемия, хотим мы того или нет, ускорит некоторые процессы в экономике и на рынке труда. Тут есть, как ни странно, и свои положительные моменты. О них чуть позже. Но и минусов тоже хватает. Прежде всего, если мы посмотрим на список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики, станет понятно, какие профессии и специалисты будут менее востребованы. По мнению экспертов Института прогрессивного образования, в сфере туризма в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Эксперты прогнозируют крупную кадровую перестройку в этой области уже в текущем году. Серьезные проблемы испытывает отрасль пассажирских авиаперевозок. Ряд авиакомпаний находится в тяжелом положении. В результате на рынке труда могут оказаться много профессионалов, что серьезно подстегнет конкуренцию. Схожее положение дел может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. Эксперты Института полагают, что после прекращения действия режима самоизоляции отрасль не сможет вернуть клиентов в полном объеме. В результате значительное число опытных инструкторов окажется на рынке труда. В то же время эпидемия коронавируса и принимаемые против нее меры способны ускорить процессы автоматизации и цифровизации рабочих процессов, что, кстати, началось задолго до пандемии. В связи с этим под угрозой находятся карьерные перспективы представителей целого ряда профессий. Среди них младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, фармацевты, риэлторы, переводчики, а также работники полиграфии. Эксперты также прогнозируют, что после окончания пандемии сложный период ждет сферы моды и стационарного общепита. Так или иначе, перемены затронут всех, весь рынок труда в той или иной степени. С другой стороны, мы уже видим, что на новый уровень выходят технологии дистанционного обучения, работы и оказания различных услуг, в том числе и со стороны банков. Что же поменялось и как на это реагируют казанцы в нашем сюжете? Город опустел. Такой Казани вы еще никогда не видели. Редкие пешеходы, голые парковки. Только на дорогах еще можно встретить небольшие потоки автомобилей. Обычно оживленные площадки у торговых центров, набережная и центральные улицы без привычных посетителей. Из-за режима самоизоляции город-миллионник притих. На удаленку перешли не только взрослые, но и дети. Школьную программу ученики изучают через онлайн-платформы на дому. Все необходимые операции, решения задач, проверка, оценка осуществляются дистанционно. Наши коллеги смогли емкость пропускную увеличить. Это, к сожалению, удалось сделать не во всех школах. Но там, где можно было, я говорю, вот это 190 школ, там значительно улучшилось техническое состояние. Но я это говорю просто для того, чтобы все понимали, что возможности интернета разные. Но наша подготовка во всех случаях, и в ВУЗах, и в ИСПО, в школах с точки зрения готовности перейти к различным формам, она одинаковая. Президент Республики Тарстан в свое время выделил по программе 45 тысяч ноутбуков всем учителям, то есть у нас все учителя обеспечены. Он может дома это занятие проводить. Если дома у него нет интернета, или он не хочет платить дома за интернет, он может провести какое-то занятие из школы. То же самое у студентов. Лекции и семинары проходят онлайн. На дистанционку перешел и весь культурный мир. Концерты, театры, музеи. Кафе и рестораны тоже закрыты. Возрос спрос на сервисы доставки на дом. А пока каждый день лучшие повара Казани в прямом эфире раскрывают секреты татарской кухни. Онлайн уже приготовили очпачмак, кастыбы с необычными начинками и даже блюда высокой кухни. Да, мы отслеживаем статистику, смотрим, кому мы интересны и кто нас смотрит. Самое большое количество посещений – это жители Республики Тарстан. Также это ПФО, Москва, Санкт-Петербург. Большой спрос сейчас и на сайт Госуслуг. Через него также можно подать документы, заплатить налоги и услуги ЖКХ, оформить меры соцподдержки для многодетных семей. Около 9 тысяч организаций подключены к скоростным сетям передачи данных. Это все отделы ОВД, все школы, все больницы, все сельские советы, все министерства и ведомства. На обслуживание клиентов онлайн перешли и банки. Так, банк Аверс рекомендует в период распространения коронавируса использовать дистанционные банковские сервисы, временно исключить наличные средства и пока отдать предпочтение Аверс онлайн. В этот период приложение – отличная альтернатива офисам. Все финансовые операции – оплата услуг, перевод средств, погашение кредитов – можно провести дистанционно. Кроме того, держатели карт банка Аверс могут получить необходимую информацию о состоянии счета в любое время. Недавно сервис стал еще удобнее. Его обновили и расширили операции с кредитами, вкладами и текущими счетами. Интернет-банк Аверс онлайн доступен для всех держателей карт банка Аверс. Для этого необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. К слову, вне зависимости от уровня карты банка Аверс, все клиенты могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Кроме того, в приложении можно найти ближайший офис, банкомат или терминал банка с расстоянием до выбранного объекта. Для безопасности банк Аверс устанавливает стандартные лимиты на совершение операций. Для совершения крупных покупок сумму можно изменить в мобильном приложении. Большое внимание банк уделяет кибербезопасности. Для этого используется комплекс современных средств и методов защиты информации. Многие предпринимаемые сейчас меры, которые воспринимаются как антикризисные, на самом деле могут превратиться в определенные тренды, стать институтами будущего. Так считает авторитетный эксперт-экономист, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы Владимир Мау. Так он считает, что переориентация на онлайн-форматы сохранится и после победы над эпидемией. Как вариант, часть торговли еще больше уйдет в онлайн, потому что ближайшие месяцы покажут, что можно отлично совершать покупки, не ходя по магазинам. Трансформация ожидает, по мнению ректора, и ресторанный бизнес. Традиционным, в классическом понимании, ресторанам придут на смену заведения нового типа, которые станут некой формой общения. Вузы также изменятся, уверен Владимир Мау. По его мнению, значительная часть образовательных программ переместится в онлайн. Однако сами университеты нет, так как образование – это не только передача знаний, но также и даже в большей степени обмен опытом. Какие-то тренды только усилятся, ускорятся в связи с новой реальностью. Скажем, те же банки по факту уже стали трансформироваться в своеобразные экосистемы, где информационные технологии играют приоритетное значение. Как это выглядит на практике? Что уже сейчас меняется на рынке платежных систем и в финансовом поведении людей? О последних трендах в банковском секторе и не только Руфина Мукминова. Рынок платежных систем на сегодняшний день переместился в цифровую плоскость. С появления мобильных приложений банк теперь у каждого в кармане 24 на 7. Пластиковые карты практически полностью заменили наличные. По данным Центрального банка, в 2014 году 74% россиян предпочитали оплачивать покупки наличными. К 2019 году их доля упала до 30%. К 2020 году эта цифра станет еще меньше. Всемирная организация здравоохранения в связи с угрозой передачи коронавируса через купюры рекомендует отказаться от использования наличных. Это говорит о том, что банковские карты прочно закрепят свое господство. Вот незаметно для меня, лично для меня, для моего окружения, для моих клиентов банковские карты уже прочно засели в кошельках. То есть наличность сейчас намного меньше, чем банковских карт. В принципе, несмотря что там пандемия или не пандемия, просто сейчас цифровой век и с картами намного выгоднее. Во-первых, на картах есть кешбеки, на картах есть проценты дохода на остаток, который лежит у вас на картах. И это же, в принципе, ваши доходы. И многие люди, в принципе, это понимают и достаточно активно пользуются этими картами. У многих людей по несколько карт. Это, в первую очередь, карты разных платежных систем. И если мы говорим о карте МИР, то, конечно же, это удобно для пользования территорией Российской Федерации. Если мы говорим про карты, такие как ВИЗа, Мастеркард, это удобно, если вы едете за рубеж, либо если вы что-то покупаете в интернет-магазине зарубежно. Количество пластиковых карт, выпущенных банками, постоянно растет. За последние пять лет оно увеличилось на четверть и, наконец, с 2019 года составило порядка 280 миллионов штук. Их популярность не снижается, несмотря на развитие бесконтактных способов оплаты. Теперь пластиковая карта – это не только средство платежа, но и способ управлять деньгами на нескольких счетах, дистанционно открывать новые продукты. Мы не зря говорим «банк в кармане». Мобильные сервисы банков позволяют быстро и просто совершить платежи и онлайн-покупки, не выходя из дома. Причем клиент за это может еще получить и вознаграждение. «Удобство очевидно. Это, во-первых, и выгодно. Выгодно в чем? То есть, получается, во-первых, карты предлагают определенный кэшбэк. Обычно это от одного процента и больше, да? Плюс еще и бывает 5 процентов на остаток, от 5 процентов и выше. Выгодно? Выгодно, конечно. Плюс еще огромное то, что никуда ходить не надо, например, коммунальные платежи. Не стоять в очередях. Все дома, с телефона. Программа лояльности едва ли не первая, на что смотрит клиент. Так, к примеру, одним из самых интересных на сегодняшний день предложений являются предложения от банка Аверс. Держателям дебетовых и зарплатных карт предлагается приоритетное обслуживание, специальное предложение и скидки. Излюбленным предложением для клиентов банка Аверс является моментальная скидка 5 процентов на покупку любого вида топлива на АЗС ТАИФНК, ТАТ «Нефтепродукт» и «Автодорстрой». Это предложение распространяется на все карты, в том числе и на дополнительные карты, привязанные к основному расчетному счету. Этот механизм выгоден как банку, так и торговым сетям. Торговые точки стремятся к тому, чтобы у вас были карты, потому что это удобно, человек по карте покупает больше. И очень часто с этой точки зрения торговые точки предлагают такую модель, как кэшбэк с ваших покупок. И, соответственно, видно, насколько вы уже можете рассчитывать в дальнейшем при приобретении на какую скидку. Таким образом, банки сегодня стараются создавать лайфстайл-сервисы, которые будут встраиваться в жизнь клиента, не отнимая времени на тонкую настройку. И, конечно же, будущее за бесконтактными технологиями, в том числе основанными на применении биометрических данных. И все-таки, что ждет банковский сектор России? Есть ли у нас причины для беспокойства? Пока таких причин нет, заявляют эксперты, и, будем надеяться, они не возникнут. Банковская система страны работает устойчиво и надежно. Конечно, косвенное влияние наблюдается через падение цен на нефть, ослабление рубля, отток капитала с развивающихся рынков. Однако риски под контролем спасает подушка безопасности Фонде национального благосостояния. Околонулевая валютная позиция финансового сектора. То есть средства, привлеченные в иностранной валюте, покрыты активами в инвалюте. Поэтому вопрос, что делать, на мой взгляд, перед нашими вкладчиками не стоит. Ничего не делать. Продолжать доверять нашим все еще надежным, стабильным и прибыльным банкам. Таким, например, как татарстанский банк Аверс. Активы более 30 миллиардов рублей, наличие рейтинга. Эти данные Форбс учитывал при составлении списка 100 самых надежных банков России. В их числе банк Аверс. В ежегодном рейтинге он поднялся сразу на 9 пунктов по сравнению с прошлым годом и занял 41 место. Такая высокая позиция обусловлена рейтингом международного агентства ФИЧ на уровне BB. Прогноз по рейтингу стабильный. Как отмечается в материалах агентства, рейтинг учитывает многолетнюю стабильную деятельность банка Аверс, хорошие финансовые показатели, качество активов, очень высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность. Аверс один из старейших банков, работающих на финансовом рынке республики. 25 сентября 2020 года он отметит 30-летие со дня основания. Кредитное учреждение является опорным и расчетным центром группы компаний ТАИФ. За прошедшие годы банк приобрел большой опыт работы на рынке финансовых услуг и достиг высоких позиций в регионе. Линейка продуктов банка Аверс для физлиц содержит разнообразные кредитные программы. Драйвером здесь являются ипотечные продукты и различные программы. Самой популярной среди жителей республики является программа рефинансирования ранее выданных кредитов. Кроме того, для семей, у которых с января 2018 по 31 декабря 2022 года появился второй или последующий ребенок, в банке Аверс можно оформить ипотеку с господдержкой под 5% годовых при добровольном страховании жизни заемщика. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости. При этом сумма всего кредита может варьироваться от 300 тысяч до 3 миллионов рублей. Также Аверс предоставляет своим клиентам выгодное партнерство и индивидуальное отношение. Банк предлагает полный комплекс услуг для корпоративных клиентов. Это расчетно-кассовое обслуживание, услуги валютного контроля, сопровождение внешнеэкономической деятельности, кредитование, факторинг, банковские гарантии, зарплатные проекты и многое другое. Аверс гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций, а специалисты банка всегда готовы рассмотреть особые условия предоставления услуг. В долгосрочные цели банка Аверс входит сохранение лидирующих позиций на рынке банковских услуг, а также дальнейшая работа над усовершенствованием предлагаемых продуктов и клиентского сервиса. В ближайшее время особое внимание будет уделено развитию дистанционных каналов обслуживания. Итак, мир меняется, финансовый мир в том числе. Мы уже можем говорить о тенденциях в банковском секторе. Нас ожидает дальнейшее обострение конкуренции, переход от вкладов к инвестиционным продуктам, рост кредитования реального сектора, один из очевидных трендов развития биометрии, а также выход системы быстрых платежей на новый уровень, рост конкуренции в цифровых сервисах. Впрочем, будут востребованы и традиционные услуги, такие как банковские гарантии. Алена Мартынец продолжит. Пандемия уже внесла свою жесткую корректировку в мировую экономику. В России в рамках борьбы с распространением коронавируса продлены нерабочие дни до 30 апреля. В связи с этим российскому бизнесу в ближайшее время предстоит выяснить свой запас прочности. Несмотря на убытки, которые ожидают предприниматели, все все-таки понимают, в приоритете все равно сейчас остается здоровье нации. Поэтому сначала необходимо нормализовать ситуацию в этой сфере и только потом уже думать об экономике. Но уже сейчас можно и нужно задуматься о том, как минимизировать свои риски. Президенты правительства уже предложили комплекс мер для поддержки компаний, а в силах самих предпринимателей использовать уже проверенные инструменты. Такие, например, как банковские гарантии. Банковская гарантия – это своеобразное обещание банка выполнить финансовые обязательства за клиента, если он не сможет это сделать. При использовании этого инструмента экономические риски сводятся к минимуму. Обеспечивается защита от непоставки или неоплаты товара, от колебаний курсов валют, политической нестабильности и так далее. Экономика достаточно неустойчивая, партнеры закрываются, ликвидируются. Поэтому для того, чтобы контракт был исполнен, заказчик просит поставщика предоставить банковскую гарантию. Как инструмент обеспечения обязательств по этому контракту. Банковские гарантии широко применяются в сфере международной торговли для обеспечения государственных и муниципальных проектов. Собственно, решающим моментом для становления этого банковского продукта и стало принятие федеральных законов 44 ФЗ и 223 ФЗ – документов, регламентирующих государственные закупки. Госзакупки – это один из драйверов роста малого бизнеса, драйвер роста экономики. И это огромный потенциал сбыта для предпринимателей. У нас и президент Республики Тарстан активно поддерживает эту идею. У нас есть своя площадка, агентство по госзаказу, заказ РФ, где одна из философий, одно из приоритетных направлений развития – это как раз-таки помочь предпринимателям продавать свою продукцию крупным игрокам, которые торгуются по 223 ФЗ, либо государственным учреждениям. Тендерная – один из видов банковских гарантий. Она предусматривает возврат установленной суммы, если участник тендера или победитель отказывается от поставки товаров или предоставления услуг. Еще один вид гарантий, который становится особенно актуальным в настоящее время – гарантия исполнения договорных контрактных обязательств, которые обязывают произвести услугу или поставить товар в соответствии с заключенным договором. Это удобный инструмент для сторон контракта, для заказчика и для поставщика, потому что риски минимизируются, а в случае неисполнения обязательств по контракту заказчик получает, соответственно, возмещение своих расходов, понесенных по контракту. Но какой бы ни была гарантия, одно из основных ее преимуществ в том, что благодаря обязательству от банка компании не надо высвобождать деньги из оборота или брать кредит. Как же подойти к выбору кредитного учреждения, которое предоставит бизнесу такой инструмент? С июня 2018 года введены более строгие критерии, которым должны соответствовать банки, выдающие банковские гарантии. Так, например, увеличились требования к уровню кредитного рейтинга банка по национальной шкале, а его капитал теперь должен составлять минимум 300 миллионов рублей. В Татарстане всем этим критериям соответствует, например, банк Аверс. Вот как происходит оформление банковской гарантии в банке Аверс. Сначала поставщик собирает пакет необходимых документов и передает их банк Аверс вместе с заявлением на получение гарантии. Банк анализирует предоставленные ему на рассмотрение документы и выносит решение о выдаче гарантии. На следующем этапе поставщик и банк Аверс заключают между собой договор. По нему банк обязуется предоставить гарантию, а вторая сторона – выплатить соответствующее вознаграждение. Затем банк Аверс оформляет документ и вносит сведения о нем в реестр банковских гарантий. А поставщик получает на руки свой экземпляр договора, оригинал банковской гарантии и выписку из реестра. Как видим, все достаточно просто. На сегодняшний день банковская гарантия – один из самых удобных финансовых инструментов для бизнеса, считают аналитики финансового рынка и сами предприниматели. Ее варианты разнообразны, они призваны удовлетворить любые запросы сторон соглашения. А кредитные учреждения, такие как банк Аверс, которые уверенно стоят на ногах и предоставляют бизнесу весь спектр современных инструментов, становятся оплотом банковской системы Татарстана в эти непростые времена. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекморзин. Берегите себя и своих близких. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин